С первого дня рождения весны каждое событие её жизни записывалось на киноплёнку. Кинокамера была одним из увлечений Александра Сергеевича, но так получилось, что из огромного материала осталось несколько разрозненных фрагментов. И теперь только они дают нам возможность заглянуть в самое начало нашей истории. А тем, кому посчастливилось оказаться среди первых, посмотреть на себя через зеркало времени и поверить в то, что это был не сон. Александр Сергеевич часто говорил, дети у нас самые обыкновенные, из обыкновенной деревни Медведково. Да так оно и было. Вот мы, первые веснушки, совершенно обыкновенно балбесничаем. Это одно из метких выражений Александра Сергеевича. Особо почётные балбесы награждались титулом «балбесицы». А это обыкновенный подвал хрущёвской пятиэтажки. Здесь родилась весна. Один небольшой зал, две-три комнатки, в которых располагались учительская и класса для занятий. Но, несмотря на тесноту, нам здесь необыкновенно хорошо и уютно. Это наш дом. Обыкновенный урок сольфеджио. У доски обыкновенный студент Валерий Кузьмич Полянский. В будущем прославленный хоровой дирижёр. Вот с этой обыкновенной мелодии до сих пор начинается музыкальное обучение. Портрет Чайкова А вот этот портрет Чайкова всем вам хорошо известен. И, внимание, рождение первой традиции. Конкурс «Подснежник». Дети почему-то все улыбаются. Не страшно, что ли? Страшно интересно. Это ведь игра, а строгая жюри. Оно где-то там, за нами, среди нас. Вот они, такие молодые, красивые, весёлые. Они придумали эту необыкновенную игру. Они увлечённо играют в неё вместе с нами. Вот так это и было. Вместе. Интересно было всем. Что же из этого получится? Прошёл первый лагерь, который нас, обыкновенных детей, необыкновенно сплотил. Мы выросли из подвала. И вот 1 сентября идём в школу. В наш новый дом. Большинство веснушек были собраны в классы под буквой В. Первый В, четвёртый В, пятый В, шестой В. Посмотрите, какие восторженные детские улыбки направлены тому, в чьих руках сейчас камера. Бонжур, Симочки! Мы вошли в школу и начали в ней жить. Занятия в обычных классах после уроков. Вот так. Ученица с аккордеоном у доски, педагог за партой. Мы стремительно вбегаем в зал и поднимаемся на сцену. В актовом зале школы начинается концерт для родителей. Пение для нас – праздник. Движение его рук, как взмахи крыльев. Он не собирался быть музыкантом. Он хотел стать лётчиком. Мечта о полёте начала сбываться. Вот такое наступило время. Пора надежд и веры в собственные силы. Время стремления людей к искреннему общению, тяги к совместному творчеству. Внутри этого рождалось детское хоровое движение, хоровые студии. Их общение приносило взаимную радость и пользу. Одними из первых наших друзей была хоровая студия «Скворушка» из Харькова. Александр Сергеевич знакомит нас с Лидией Борисовной Шапиры, руководителем студии. Дружеская встреча по традиции заканчивается чаепитием. Сейчас весна для многих музыкантов во всём мире является образцом. А тогда мы учились. Таким учителем для нас был Георгий Александрович Струвы и его детская хоровая студия «Пионерия». Мы приехали к ним в гости в город Железнодорожный совсем не только для совместного хорового занятия. Между прочим, здесь родилась ещё одна традиция – хождение строевым шагом. «Как же мы это любили, когда вместе, в ногу, стройно и с песней. Чтобы петь в унисон, надо уметь ходить с строем», – любил говорить Александр Сергеевич. Май – праздник, к которому у всех особое отношение – День Победы. Александр Сергеевич считал этот день главным праздником страны. У него было то, что выше и глубже всяких слов. Было искреннее почитание солдат Победы. Мы не пели пионерские песни, но мы пели солдатские звёзды возле обелиска под Ленинградом со слезами на глазах. «Походы» – это была такая естественная, интересная, практическая школа жизни. Он учил нас, как подняться на гору, как развести костёр даже без спичек, сварить на нём обед и обязательно убрать за собой всё до последнего фантика. Причём всё это без нравоучения. А так – в игре. Он любил игру в широком, в том числе в спортивном смысле слова. А это – наш первый футбол между командами мальчиков и девочек. Кстати, мальчишек весне тогда было много. Из них было сформировано первое звено. Словосочетание «Первое звено» долго было синонимом слова «мальчики». «Первое звено» «Первое звено» И снова горн, и снова в путь. В то время у нас была еще одна традиция. Мы участвовали в первомайских праздничных демонстрациях. Это был день игр и веселья не только для нас. Наши педагоги, многие из которых были почти одного возраста с нами, вели себя так же, как мы, дети. Танцевали, играли, дурачились. Тогда же родилась традиция дарить именинникам дирижирование хором. Метро Арбатская. Перед хором Таня Петрова в день своего десятилетия. Узнаете? Наша Татьяна Львовна. Идея ближе познакомить ребят из разных хоров друг с другом переросла в традицию осенних веснушек. На этом празднике всегда были общие танцы, игры и совместное чаепитие. Среди учителей общеобразовательной школы, в которой мы поселились, были те, кто понимал, что Александр Сергеевич – уникальный и талантливый педагог. Таких было немного, но их поддержка была для нас необходима. Лена Растворова, в будущем замечательный музыкант и хоровой дирижер, говорит им сейчас слова благодарности. Веснушки награждают их значками Всероссийского хорового общества. Лыжная прогулка – идея Льса Сергеевича. Но для ее воплощения не нужно было уметь кататься на лыжах, скорее даже наоборот. Нужно было уметь валяться в снегу, кувыркаться вверх тормашками, скользить вниз под горку, на чем попало. А где же взрослые? Нигде не видно их самих, и не чувствуем мы их надзирающего взгляда. А тот, у кого в руках сейчас камера. Разве можно подумать, что это взрослый? И когда однажды для него закончилось это вот так, он не собирался останавливаться. Игры и затеи продолжались. Вот и простая детская песенка про котенка и щенка превращается в маленький хоровой спектакль. Это наша первая попытка хоровой театрализации. Руки дирижера Это особый язык, и он за гранью слов. Они обладали способностью передавать мельчайшие оттенки переживания музыки. Его жест мог быть очень скуп. Но сколько было в этой пластике одухотворенности. А еще лицо, глаза. Нам оставалось только войти в это движение и наполнить его звуком. Наша дружба с хором пионерия продолжалась. Они приехали в Москву, чтобы выступить в Большом зале консерватории. Прием наших друзей у себя дома – радость. И вместе с тем возможность для каждого из нас почувствовать себя взрослым. Тогда пионерия гремела по всей стране. Но никакой зависти к нашим титулованным друзьям у нас, конечно, не было. Мы обожали ее. Знали ее репертуар. Они пели пионерские песни, но к этому мы относились прохладно. Сказывалось пономаревское воспитание вкуса. Но мы очень любили рождественские песни Бриттена, репетицию концерту Моцарта, австрийскую песню про любопытного соседа. Эти и многие другие песни вскоре появились в нашем репертуаре. Вот мы, счастливые, собрались во дворе школы с этими скромными букетиками для своих друзей. Вот мы, обыкновенные дети из обыкновенной деревни Медведково, со знаменем, строем, идем. По центральным улицам Москвы на концерт в Большой зал консерватории. Звучат наши любимые песни. Репетиция концерту Моцарта, любопытный сосед. И вот мы вместе с Альсат Сергеевичем впервые поднимаемся на легендарную сцену Большого зала консерватории. Пока мы только поздравляем наших друзей. Но и это для нас почетно. Пройдет немного времени, и весна выйдет на эту сцену в качестве исполнителя. Пока это наше небольшое участие в общем концерте. Но первая ступень была завоевана. Закончился год, но путь наш продолжается. Как и в каждом государстве, у нас были свои законы, правила. Но был особый день, когда один из певческих запретов «Запрет есть мороженое» временно отменялся. Это был день отчетного концерта. После выступления мы отправлялись на прогулку. Куда-нибудь. Прогулка заканчивалась походом в кафе «Мороженое». Это опять мы. Самые обыкновенные дети. Но нам были привиты такие ценности, которые, несмотря ни на какие трудности, сделали нас счастливыми на всю жизнь. Потому что это ценности вечные, не поддающиеся шуршанию времени. Посмотрите на эти два мальчишеских взгляда. Они одинаково удивляются и радуются. Альса Сергеевич на всю жизнь сохранил в себе эту детскую мальчишескую душу. Это притягивало к нему и делало нас необыкновенно счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok